Защита Александра Лавриновича собирается обращаться в ЕСПЧ и другие международные инстанции, если апелляционный суд не отменит решение о его содержании под стражей. Об этом сообщил Максим Лавринович, его сын и адвокат. Напомню, бывший министр уже почти неделю находится в СИЗО. Александра Лавриновича подозревают в насильственном захвате власти. Но доказательств практически нет. На днях за него вступилась и украинская политическая элита. Подробнее в следующем материале. В прошлую пятницу прямо из зала суда Александр Лавринович отправился в Лукьяновское СИЗО. Министру юстиции трех каденций, известному адвокату и одному из основателей народного руха Украины, вменяют в совершение госпереворота. В 2010 году, когда он руководил Минюстом, страна вернулась в конституции образца 1996 года, что расширило полномочия президента. Такая новость удивила тех, кто работал и знает экс-министра уже несколько десятков лет. Украинский поэт и диссидент Иван Драч считает, что Лавриновича посадили только потому, что он не покинул родную страну. Про то, что сделал Лавринович, что он, так бы, отдал владу Януковичу, это очень смешно, через то, что каким образом он мог это все сделать, какую бы он посаду не получил. С этим всем занимался, может быть, Конституционный суд, или какие-то другие структуры, государственные органы и претензии к ним. Но я так думаю, что до Януковича далеко очень. А Лавринович близко, то его хаб и в Уцегарню. И это просто неимоверно, что это у нас так очень легко и просто делается. Сын и адвокат Александра Лавриновича Максим уверяет, что его отца посадили за то, что он отказался давать ложные показания. В судовом заседании батько открыто про это заявил. Так, от него требовали дать свидетельство против когда-то руководства государства, против депутатов, судов, сфальсифицированные свидетельства, для того, чтобы, очевидно, эту ситуацию каким-то чином раскрутить. И уявите себе, что нашли людину, министра юстиции, и говорят, что он виновен в том, что это решение Конституционного суда его подлежали в автоматичном режиме, без его распоряжения, подписов, опубликовали так, как это делают завжди. Опубликовали и выполнили. Какая перспектива у этого дела? Перспективы нет. Юридических перспектив не видят и политэксперты. Уверяют, дело против Лавриновича политическое, а сам арест называют отвлекающим маневром. Для того, чтобы отвлечь внимание от дела по госизмене, придумали дело об узурпации власти. Так как единственный, кто присутствует в Украине на сегодняшний день является Лавринович, то, по сути, его показательно и, скажем так, арестовали. Эксперты утверждают, Лавринович просто стал заложником политического процесса. Ведь его арест не обоснован. Говорят, риски, названные стороной обвинения, не подкреплены доказательствами. Все 30 лет, которые он прожил в Украине после революции, он был абсолютно законослухняным человеком. И у него нет никакого влияния на следствия, на суд. Я думаю, что было побоевание, что он покинул страну, но для этого может быть и домашний арест. Ходатайство в апелляционный суд адвокаты уже подали. Заседание должно состояться уже в ближайшие дни. Защитники также готовят обращение в международные инстанции, так как, по их словам, вера в украинское право после этого ареста подорвана окончательно. Трагизм всей этой ситуации поляга в том, что Батько опинився за гратами за решением суду. Решение суду выносится именем Украины. И та Украина, за которую он боролся, которую он для нас вами створил, сегодня садить его за граты. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.